Душа высокая, сама по себе, очень добрая, чистая, светлая, красивая. В каждом человеке это заложено, в каждом человеке. Мы души по природе, вечные, не умираем. Но когда действует судьба, близкий человек становится невыносимым. Моя судьба, когда действует, близкий человек карает меня, мучает. И это очень тяжело испытать, вынести, очень трудно. Испытание от близкого человека приходит. Еще и потому, что когда люди чувствуют влюбленность, у них появляется сильное ожидание друг от друга. А ожидание это не истинное эго, это ложное эго. Означает вытягивание из человека любви. Вот я жду, а он не делает так. Какая реакция? Протест. Ожидание означает скандалы. Почему люди ругаются? Потому что они ждут чего-то друг от друга. Когда мужчина встречается с женщиной, начинаются сильные ожидания. Вот одному мужику, когда он живет, ему много надо? Я когда студентом был, я там макароны, помню, куплю, сварю, в холодильник поставлю. Нарублю, отрублю себе кусок там, много макарон. Пожарю, ем. И так все время питался. Просто. Когда жена появилась, приготовь мне то, приготовь мне сё. Я макаронами питался 7 лет. Как будто она виновата, что я там макаронами питался. Почему приготовь не то, приготовь не сё? А потому что так действует эго. Человек не может насладиться, ему хочется больше, вкуснее. Он начинает эксплуатировать жену. А если ему одни макароны приготовил, то он говорит, да ты чё? Хотя он так сам питался до этого. Я про себя рассказываю. Жена теперь. Она жила там в маленькой комнатушке, одна нормально, без проблем. Теперь замуж вышла. А чё у нас такая маленькая квартира? Она тоже не согласна, как раньше жить. Почему это люди сженятся и становятся не согласными жить, как раньше? В чём дело? Так действует эгоизм. Человека жажда появляется к счастью сильно. Он до этого спокойно жил один, никого не трогал. А теперь надо трогать, потому что я хочу счастливым. И от этого все скандалы идут. И человек в семейной жизни должен удержаться внутри себя. Он должен не потерять себя. Потому что человек, который в своих просьбах и требованиях теряет себя, он разрушает свою семью. У нас нет культуры, отношений. Мы не знаем, что это жажда счастья от близкого человека. Она рушит семейную жизнь. Вот чем больше ты хочешь от близкого человека, тем больше шансов, что ты разведёшься. Теперь вопрос о том, как сохранить семью. А очень просто. Перестань вообще что-либо от него хотеть. Просто служи ему, заботься о нём и старайся принять его, какой есть. Он сам тебе всё будет давать из благодарности. И так устроена любовь. Вот представьте, я на лекции, давайте любите меня, слушайте. Что, вы прям так ринулись слушать и любить? Нет. Почему? Потому что это от личного желания исходит человек. Но мы в личной жизни заставляем себя любить постоянно. И это заставление означает привязанность или неправильная работа эгоизма, чувство собственного достоинства. Я начинаю требовать любви к себе. Это означает разрушаю свою семью. Женщина от мужчины что-то требует, мужчина от женщины. И постоянно скандалы. Почему? Потому что люди ждут чего-то друг от друга. А надо просто отдавать. Чем больше мы отдаём, тем больше благодарности и тем больше гармонии. Вы сейчас все со мной не согласны. Я смотрю, вы такие, ааа, мы не согласны. Хорошо, мои хорошие, хорошо, не согласны. Ну вот, давайте, как Лев Толстой. Вот если я хочу что-то, как бы от другого человека, я должен примерить это к себе. Просто проблема заключается в том, что то, что ждёт женщина, ей легко самой сделать. Поэтому эта примерка, она не подойдёт. А то, что мужчина ждёт от женщины, ей легко самому, ему легко это самому сделать. Он говорит, кивай мне. Ему самому легко кивать. Женщина говорит, быть нежной со мной, ей легко быть нежной. Но реально, мужчине очень трудно быть нежным, а женщине очень трудно соглашаться. Или, допустим, мужчина говорит, приготовь мне поесть. А так вообще нельзя, говорит. Потому что она это делает из любви. А там, где течёт любовь, там нельзя насилие никакого совершать. Поэтому надо терпеть. Ты голодный, хочешь кушать? Подойди к жене и спроси, может, мне саму себе приготовить? Ты же устала? Она говорит, нет-нет, я сама сейчас приготовлю. Всё, жди. А если сказал, да, сам приготовь, я устал. Ну, значит, такова твоя судьба. Иди готовь сам. И она скажет, спасибо тебе, что ты меня понял. Прежде чем что-то ждать, надо как бы понять, что ты хочешь ждать. Как этот один пациент врачу говорит, доктор, я могу на что-то надеяться. Врач говорит, смотри, а на что ты хочешь надеяться. Ну, то есть, ожидание от близкого человека опасная штука. Потому что он никогда не может просто сделать то, что ты хочешь. Есть ещё много-много моментов, которые разрушают семью. Например, надо знать, что, ну, чрезмерная близость разрушает семью. Чем ближе люди отношения строят, привязываются друг к другу, снюхиваются сильнее, сильнее, сильнее. Уже все родственники отвалились, мы только друг на друга смотрим. Все друзья отвалились, мы только друг на друга. Это значит, что дальше объединение пойдёт и по недостаткам тоже. Сначала люди, когда влюбляются, они объединяются по хорошим качествам. И они всё глубже-глубже погружаются друг к другу. Дальше почему будут объединяться? По недостаткам они становятся противными друг к другу. Почему? Потому что слишком сильно приблизились. Вот человек, допустим, приблизился к другу, он расслабляется. Муж в одних трусах ходит, жена не красится уже. Чё красится? Свой человек. Пошла на работу, покрасилась. Ему странно. Вот я муж, ты передо мной красивой не хочешь быть? Я и так красивая. Вот. Привыкла. А на работу пошла покрасилась. А для кого ты покрасилась? Просто для себя. Прямо уж так и поверили. Хочешь быть красивой со всеми. А со мной нет? Начинаются скандалы от привыкания друг к другу. Веды говорят, что жена должна очень красиво выглядеть перед мужем. А в обществе попроще. Муж должен вот так вот перед своей женой делать, а не перед незнакомыми девушками. Оказывается, вот оно что интересно. Мужики перед своей женой вот так не делают. А на улице начинает ля-ля-ля-ля. Девушки дома не красятся. А на улице такие рисуются. Так мы уносим любовь из дома. Куда-то в другое место. Так зачем так жить? Потом счастья нет. На день за день так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Высоцкий поедет. Ты, Ваня, поглянь на акробатика. Смотри, как вертится нахал. Вот. А чего, говорит, глядеть? Я тут на заднюю так накувыркаешься. Придешь домой, там ты сидишь. Устают люди друг от друга. Устают, потому что неправильное настроение, ожидание. Это очень такая глубокая, сложная тема для понимания. Вот, например, если я жду от ребенка что-то, что дальше будет? Здесь будет прокол. Вот ты хочешь, чтобы он на пятерке учился, ждешь. Там будет прокол. Почему? Потому что туда энергия не идет. Энергия идет только в бескорыстие. Ожидание — это корысть. Если ты ждешь, чтобы он на пятерке учился, он будет учиться хуже. А если не ждешь, а просто как бы вкладываешь в него, то он начинает лучше учиться. Девушка ждет мужа, мечтает. Выйдет замуж? Молчат девушки. Нет. Ждет, мечтает. Нет. Перестала ждать. Начала всем улыбаться, всех забыть. Забыла о том, что замуж надо. Да. Это и есть критерий. Некоторые девушки спрашивают, когда замуж. Я вам объясняю, когда. В 39-м царстве, в 30-м государстве. Рассказываю вам предсказания. В тот момент, когда вы станете самодостаточными, когда будете всех любить и забудете в сердце своем, что вам надо замуж, в этот момент вы встретите своего человека. Вы помнили? А? Классно? Это здорово. Это хорошо. Значит, что они поняли, как правильно. Все должны выйти замуж, девушки. Все мужчины должны стать сильными. Тогда в обществе воцарится гармония, счастье. Итак, следующая часть моей лекции. Немножко я хочу вам поговорить о том, что главная причина проблем человека, вот я сказал о привязанности уже, что эгоизм неправильно, чувство собственного достоинства неправильно работает и разрушает отношения, что нам заставлять себя служить, заботиться. А для этого нужны силы. И поэтому есть еще другая тема, очень важная. Эта тема означает, что человек, прежде чем как бы настраиваться на то, что он должен быть счастливым, он должен понять, что чтобы быть счастливым, нужно быть наполненным. И наполнять тебя никто не будет. Вот женщина хочет, чтобы ее муж наполнил, мужчина хочет, чтобы жена его наполнила. А человек сам себя должен наполнить, потому что тебе, мужу, надо отдавать. А мужу надо жене отдавать. Что мужчине, жене надо отдавать? Уважение, нежность, доброту, ласку, твердость духа, терпение и так далее. Жене что надо мужу отдавать? Доверие, тоже верность, тоже теплоту, ласку и смирение, послушание и так далее. Но чтобы все это отдавать, нужно иметь силы. Вы сейчас скажете, я хотела бы так жить, но у меня нет сил. И правильно. Потому что большинство людей неправильно живут. У нас неправильный образ жизни. Человек не может заставлять себя планировать что-то, если у него нет сил. Поэтому большинство людей, вот сейчас взять, если просто людей в целом, 40-50% нехватки энергии природы у каждого человека. Что это значит для женщин? Означает для женщин эмоциональная истощенность, сильная ранимость, обесточенность, нет энергии что-то делать. Это означает нарушение гормональных функций, соответственно. Означает для женщин раздражительность, плохой характер и так далее. Это все означает нехватка просто элементарной энергии природы. Хотите, я вам докажу. Вот смотрите, допустим, мы сходили погуляли в лес. И что произошло? Мы там такие счастливые, начали общаться, улыбаться друг к другу. Почему? Потому что мы наполнились этой энергией. Или в отпуске, допустим, солнышко получили, в отпуск едем, ругаемся, нервничаем, потому что дорога. В отпуск приехали, чуть-чуть солнышко получили, улыбаемся, ходим счастливые, все, обнимаемся, наполнились. Море, солнце наполняет человека. Но для того, чтобы на море наполниться, не надо кверху попой лежать. Ты получишь ожог попы просто и все. Для того, чтобы наполниться, нужен обмен. Нужно любить природу, а для этого нужно движение. На природе нужно движение. Нужно радоваться всех, любить и двигаться на природе. И тогда ты наполняешься. Я вот сейчас начал бегать, подолгу бегать, увеличивать продолжительность жизни, если долго бегать, знаете? Еще расскажу вам об этом. Три силы увеличивают продолжительность жизни. Пост, неподвижное положение тела и долгое движение. Человек становится моложе, молаживается. Так болезни преодолеваются. Человек также становится наполненным. Наполняться надо также от людей. И даже, допустим, если взять семью, следует знать, что в семье есть семейный эгоизм. Семейный эгоизм все замыкает на семью. Мы тащим все семью. Эмоции, силы, желания все в семью тащим. И там это все прокисает внутри, потому что замкнутая система. Я вам говорил, улыбнулся, получил назад улыбку. Так человек наполняется человеком. Но там нечем наполняться. Мы замкнутая система. Мы уже друг другом так наполнились, что дальше некуда уже. Ну то есть замкнутая система. Мы истощены вместе. Мы как одна система. И мы на себя все время замыкаемся. И поэтому веды говорят, человек в семье должен постоянно все стараться размыкать. Надо кормить птичек, надо кормить друзей, кормить соседей. Ну то есть пытаться любить всех, заботиться обо всех везде, 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 постоянно отдавать себя. И тогда твоя семья расцветает. Потому что там вот эта нехватка энергии, пришел домой. Можно по дому понять, по квартире. Звонишь, заходишь в одну квартиру и не хочешь туда заходить. Потому что там полное истощение энергетическое. Они сами задолбали, всех уже задолбали. Истощение, они замкнуты друг на друге. Другую квартиру захочешь тебе? Ой, заходите, гости дорогие, так рады. Да я проездом. С проездом вас. Заходите. Не с приездом, а с проездом. Вот я просто езжу, много вижу людей, разные семьи. И вот когда люди так встречают, у них хлеб, соль, они такие счастливые, там не надо им лекции по семейным отношениям. Все нормально. Они просто настроены отдавать, значит все. Они от людей питают энергию любви. Все, они сильные очень, у них нет проблем. Но если люди вот в этом личном эгоизме замкнулись, они там думают о своих проблемах, они постоянно озабочены чем-то там и так далее, постоянно тащат дом, им надо об этом думать, они забыли про всех остальных, друзья уже все как бы у них закончились. Потому что некогда с ними заниматься, семья, дети, все, истощается система. Люди становятся несчастными, ругаются, депрессняк идет и так далее. Видите, нужно наполниться сначала, отдавать всем любовь. Ты хочешь быть счастливым в любые дни, мир сначала весь обними любовью, отдавай всем, люби всех, заботься обо всех, а потом ты будешь счастливым. Ты наполнишься от людей любовью и дома у тебя тоже будет любовь. Так человек должен жить, на это надо силы отдавать. Мир стараться обнять любовью весь. Я когда мне подарки дарят домой, привожу жена, подарки увидела, сразу раздаривать все, к одному, к другому, тренинг, сразу все разлетается, все звонят, спасибо вам, спасибо, пошло счастье двигаться. Мне иногда не нравится. Я хочу сам иногда, жена все время любит дарить. Я говорю, у нас гармония с тобой, я говорю, я люблю кушать, а ты любишь готовить. У нас был такой случай, мы в одном святом месте были и там нам дали освященную такой кусочек пищи, такой пирожок освященный. И мы поделились с женой, ей половину и мне. Она свою половину сразу отдала, моя осталась. А я хотел так попробовать освященной пищей этой, пол пирожка у меня был. Я говорю, дай мне, пожалуйста. Она говорит, да я сама довезу, ты испачкаешься. Я говорю, ты не довезешь. Она говорит, довезу, довезу. Я такой, мы в такси сели, в такси сели, едем, короче. Я думаю, отдаст. Так мне жалко был пирожок, он освященный такой, мне хотелось очистить свое существо, а не пирожком. Когда мы приехали, я думаю, да не, не отдаст, он же половина там, как можно половинку пирога чужому человеку отдать, не, все нормально, не отдаст. Вот, успокоился, доехали, короче, я плачу деньги таксисту, выхожу, смотрю, такая картина, короче. Жена его по плечу, он такой оборачивается назад, и она такая, такая счастливая, это мама, половину пирожка мою. Я такой потеть начал, потому что там пол пирожка, ну что, человек подумает, вообще страшно. Бомжи, что ли, какие-то. Вот. И он, представляете, он смотрит ей в глаза, в глаза смотрит ей. А женщина, она же из любви соткана, она искренняя, она такая смотрит, счастливая на нее. И он такой берет такой пирожок такой, этот такой, смотрит на него такой. И говорит, что это, что это, что это? И начал есть сразу. Я чуть не обалдел вообще. Но в сердце как-то раз, и стало вот хорошо. Я бы сам это никогда не сделал, но жена помогла. Ну, то есть, надо в семье стараться заботиться обо всех. И тогда даже у тебя, допустим, есть какие-то природные недостатки. Вот я могу знания отдавать, лечение, а еду не могу. А жена знания и лечения не может отдавать. Ну, еду зато может. Получается гармония. Ну, то есть, надо дарить всегда всем все. И тогда счастье приходит в семью, радость. Как один святой человек, он дал освященную пищу своему ученику, да тебе. Это считается большая милость. И ученик взял, понес ее, такой, думает, сейчас не буду есть. Буду смотреть на нее, вспоминать своего наставника, такой счастливый идет. А другой ученик взял, вырвал и съел сразу у него. И тот так расстроился, начал драться с ним. Потом их обоих привели к наставнику. Наставник посмотрел на них, говорит, ты что сделал, ты что сделал, так, понятно. И он начал им говорить, говорит, уважение к святой пище состоит из двух вещей. Первое, самое лучшее, это распространять святую пищу. Поэтому, он говорит, ты поступил очень правильно. Ну, тому, у кого вырвали, распространил святую пищу. Говорит, это самое лучшее распространение. Но, говорит, вкушать святую пищу тоже хорошо. Поэтому ты тоже поступил правильно. Это вам незачем драться, говорит. То есть, видите, очень важно, когда в доме желание служить, заботиться. Я в Красноярске, когда был в прошлом году, я вышел, когда на лекцию пошел. Я смотрю, там на дереве висит такая вот бутылочка, и там дырочка. И там семечки над ним, немножко. Пока я стоял, половина семечек уже воробушки склевали. Когда я пришел с лекции, смотрю, опять столько же семечек. И воробьи продолжают летать, летать. Я думаю, как это они не кончаются. Потом понял, что кто-то постоянно подсыпает. Потому что там мало семечек может поместиться. Я начал смотреть по окнам. И смотрю, сидит такая бабулька. И смотрит, как птички клеют. И от нее исходит счастье. Почему? Потому что она отдает любовь. Отдает. Не себе тащит, а отдает. Что-то семечки, это же копейки. Но зато сколько счастья, понимаете, если даже хотя бы птичек кормим. Мы истощены. У нас не хватает энергии людей. Часто в семье говорят, Олег Геннадьевич, у нас денег не хватает. Так деньги – это энергия людей. Здоровье – это энергия природы. Деньги – это энергия людей. Если вы для людей ничего не делаете, если вы им энергию не отдаете, она вам назад не возвращается. Вот вы и нищий, потому что ни о ком не заботитесь. Когда люди заботятся, да он, Господи, если человек заботится обо всех, он никогда и без работы не останется, его друзья устроят. И у меня просто вам реально говорю, был такой случай. Одна женщина, ее бросили с четырьмя детьми. И они все маленькие, она работать не может, потому что они маленькие все. Родителей нет. Заботиться нет. Мужик дурак взял, бросил. Так, представьте, какую судьбу он на себя взял. Плохую. И она такая счастливая, активная, всех служит, о всех заботится такая. И я ее спрашиваю, ты говорю, как живешь-то вообще? Она говорит, в смысле? Я говорю, ну кушать-то вам хватает? Она говорит, да хватает, постоянно несут. Потом звонит мне, говорит, а вы полечите вот этого человека? Я говорю, у нас как бы индивидуальное лечение, там много людей задействовано, может ему денег не хватит, дорого. Она говорит, я помогу с деньгами. Я говорю, а у тебя-то откуда? Что не работаешь? Говорит, мне всегда дадут. Представляете, какая сила от нее исходит? Это реальный человек. И она одна не осталась, ее замуж тут же взяли. Четырьмя, да? Спугались? Да мужикам, если мужик бесплодный, да ему, господи, ему с одним и то счастье. У меня не может быть, допустим, детей, а тут раз мне с одним, как бы, а тут четыре сразу, и все маленькие, да, супер. Хочется, детей, бывает, мужчине, а у него невозможности нет. Ну, раз, четырьмя, отлично, все мои четыре. Отлично. Все зависит от воли Бога. У Бога мужиков завались. На всех хватит. А что, мне не дает? Не положено? Как одна женщина меня спрашивает, говорит, Олег Геннадьевич, когда замуж заново? Я говорю, так вы только что одного бросили. Он говорит, да. Замучили его и бросили. Да. Я говорю, так больше не даст. Он говорит, почему? Он говорит, потому что Бог мужиков любит. Ну, жалко мужичков-то. Мучить опять. Она, что же теперь делать? Я говорю, ну, перестать мучить мужичков. Ладно, буду думать. Есть еще одна вещь очень важная, которую я на каждой лекции говорю, потому что очень трудно понять это, что когда человек очень сильно страдает в жизни, его судьба тяжелая, ему надо много победить судьбы. Нужно знать, что есть два способа побеждать судьбу. Первый способ — это добрые дела, которые человек сам совершает. Это хороший способ. И большинство людей думают, что это самый сильный способ победить судьбу. Но есть один способ гораздо сильнее. Но о нем никто не знает. Я вам сейчас расскажу, как работает этот способ. Когда человек в памяти о Боге забывает про свою судьбу, то в этот момент Бог начинает ее помнить. То есть он начинает, а когда Бог думает о вашей судьбе или о нашей, она сгорать начинает. То есть вот эти все грехи начинают уменьшаться, таять, исчезать. Самая большая проблема заключается в том, что мы не можем отвлечься от своей судьбы. Одна женщина ко мне обратилась и говорит, «Олег Геннадьевич, я молюсь уже три года о своем сыне». Я говорю, и говорит, ничего не поменялось. Как же действует ваша молитва? Я на лекциях постоянно об этом объясняю. Я ей говорю, вы когда молились, вы помнили о Боге или о сыне? И она говорит, я о сыне все время помнила. Вот поэтому ничего не поменялось. Потому что память – это такая сила, в которой течет судьба человека. Если человек память направил на Бога, там течет судьба. А если на сына, то там течет. Но если я на Бога направил, Бог знает. Даже не надо ему говорить все время. Давай сыну помогай, сыну помогай. Слышь? Эй, сыну, сыну, сыну помогай. Не надо. Ты просто с любовью как бы обратись к нему, к Богу, с любовью. Ты его любишь, он тебя любит. А в чем любовь к тебе заключается? Вот если, допустим, человек нищий, у него кушать он хочет. Когда его кто-то любит, что он делает? Кормит его. Если человека любит, кто-то любит, он голодный. Кормит. Что он кушать хочет. Точно так же, когда Бог нас любит, у меня какая проблема? С сыном проблема. Значит, тогда, если я не помню уже о сыне, а служу Богу, люблю Бога, думаю только о нем, то Бог что делает? Думает о сыне. Это означает, что у него все меняться начинает. Вот так работает самая большая сила в победе над судьбой. Самая большая сила. Сильнее нет силы. Это когда ты смог отвлечься от своей проблемы. Но поверьте мне, это практически невозможно своими силами. Я знаю много примеров, когда люди молятся, молятся, отвлечься не могут. У них не хватает сил, потому что очень больно. Когда человеку больно, боль больше всего приковывает внимание. От нее практически невозможно оторваться. Поэтому существует один метод с древних времен. Этот метод причастности к другому счастью других. Причастности. Метод причастности действует через звук. Вот допустим, кто-то молится, молитву поет. И я сильно-сильно слушаю, и как они повторяют. И в это время я отвлекаюсь от своей судьбы. Это реально происходит. Вот сам пробуешь, не можешь вспомнить Бога, помнишь о сыне. Начал вместе с кем-то молиться, как они повторяют. Забыл про своего сына, про свою судьбу. И начал думать об этой молитве, как они молятся. И таким образом попал в их судьбу. В памяти своей. Это значит, что это энергия благодати пошла лечить сына. Запомнили? Мы с вами потренируемся. Мы будем повторять. Я желаю всем счастья сегодня. Потому что молитвы у всех разные. А это просто настрой такой. Тренировочный. Чуть попозже. А также я хочу вам сказать, что у нас также есть после лекции возможность пообщаться. То есть, пока все будут выходить, я с вами сяду еще там где-то. И вы можете мне еще вопросы задать. Также, если вы будете приносить цветы, то я после лекции буду всем раздавать цветы. Так проверим, насколько вы как-то усваиваете материал. Ну, то есть, вы приносите, а я раздаю всем. Если будете приносить фрукты, я всем фрукты буду раздавать. Если конфеты, то буду всем конфеты придать раздавать. У меня в Москве, вот когда я был до вас в Москве, была лекция. Там столько цветов принесли. Там пришло больше тысяч человек. Вот гораздо больше, чем этот зал. И люди сидели даже на ступеньках. И столько цветов они принесли, что я по целому цветку большому, иногда ломаю кусочки, по целому цветку раздавал. Всем хватило, еще осталось. И потом я организаторами, еще букетами начал раздавать. Какие у вас вопросы? Да-да-да, чтение молитвы под звук цветового человека. Мы сейчас будем с хором вот православных читать молитву. Да, спасибо вам большое. Мне не получается все равно об Боге думать. Молодец, что спросила, сейчас я вам все объясню. То есть она говорит, я сосредоточиваюсь на святом человеке, вместе с ним молюсь, а о Боге не могу думать. Правильно. Потому что вы сомневаетесь в этом методе. Я сейчас вам объясню, как он действует. Он действует немножко через время. Вот если вы сильно-сильно слушаете тех, кто молится, и молитесь как они, то первая стадия, у вас появляется энтузиазм. Они вас наполняют, у вас молитва становится крепче. Я шла из всем частям, такая крепкая становится, легко вам читать. Вторая стадия. Эта молитва начинает идти глубже, глубже, глубже. И так раз, здесь что-то в сердце раскрывается. И когда в сердце раскрывается, и хорошо здесь становится, то есть туда молитва зашла, в этот момент вы можете уже, я желаю всем счастья. Вот я сейчас повторяю, я желаю всем счастья. Но я не от сердца сказал, потому что у меня сердце не раскрылось. Да, сердце раскрывается, судьба перед человеком его предстает. И энергия счастья туда начинает идти от молитвы, и вы уже от сердца можете тогда повторять. Но вы при этом продолжаете слушать, но уже отдаетесь, голос ваш наполнен, вашим звуком становится. То же самое можно сделать, если сильно помнить о наставнике, допустим, и не слушать его, просто помнить. Или сильно помнить о святом месте. А боги помнить мы не можем, потому что мы его не видели. То есть, если бы мы видели, тогда бы о нем помнили. А так можно помнить о старшем наставнике, о святом месте. Или о изображении бога можно помнить. Но это не значит, что о боге. Если вы можете помнить, не отвлекаясь, не надо слушать у кого-то голос. Это значит, что вы можете так победить судьбу. Главное, куда идет память. Если вы помните только о себе, о своих проблемах, то бесполезно. Эта молитва не работает совсем. Она пустая. Допустим, вы красивую банку с медом взяли, такой супер, у нее прямо написано. Открывать меда нет. Что толку? Нам чуть-чуть уже мешает, что вас щелкает. И как бы не хочется вот так. А я должен общаться с людьми. Ваши вопросы? Да? Подождите чуть-чуть, третью стадию пройдете, и все, от сердца пойдет. Понятно? Ну что, тут непонятно, хорошо. Подождите, сейчас мы с ней разберемся. Микрофон дайте ей назад. Сейчас я ее научу. Она не умеет слушать. Сейчас понятно станет. Тренироваться. Все, замечательно. Тогда я сейчас включаю православную молитву, а вы повторяете, я желаю всем счастья, как они. В их настроении, не в вашем. У вас голос стал сильнее, звонче, как бы опираться на них стали. А дальше он в сердце войдет и раскроется сердце, и все. А? Что? Плакать нельзя все равно, да? Ну, а что плакать? Вы когда плачете, вы о себе думаете. Я желаю всем счастья, блин. Тебе что делать? Да нет, это просто эмоции переполняет. Когда о себе думаете, я желаю, ну это классно, ну вообще. Всем счастья, блин. Это значит, человек вообще ни о ком не думает, только о себе в это время. Эмоции переполняет, он плачет, ну и хорошо. Спасибо. Молодец, все, продолжайте. Одна женщина у меня так сильно, она на сцене стояла, мы как бы все ей желали счастья, помогали ей. Я говорю, только отдавайте это другим, иначе вам плохо станет. Она такая, я желаю всем счастья, она ведь всем ей желают счастья, она такая. И у нее так замкнуло, что она даже не могла, ну как бы, ее замкнуло конкретно, так сильно эмоции напряглись, что мы ее там это размыкали. Он такая встала, не может не сесть, ничего, такая стоит, заклинила прямо. Не смогла отдавать. Когда человек отдает, у него энергия поток, вот это счастье течет через него, он спокойно ему становится, он как бы не дергается, спокойно, сила такая, чистота внутри. И победа над судьбой. Ваш вопрос. Спасибо большое, что приехали. Я слушаю вашу лекцию около двух лет. Первый раз на мероприятии. Сильно изменилась ваша жизнь из-за этого времени. Давайте рассказывай. У меня первый вопрос такой, ну, в плане супруга, по его здоровью. У него сейчас идет плохой период. Он начался буквально четыре месяца назад, связанный со здоровьем. И он закончится где-то через два-три месяца, два с половиной месяца он закончится. Плохой период связанный с напряжением. Он очень напряжен. Возможно, это как на нервную систему влияет, как-то на сосуды мозга, там что-то такое. Да, он узнал опухоль в голове. А он мне ничего не говорил. А он узнал недавно, да, об этом? Он, нет, он узнал, сказал, что год узнал. Ну, вот опухоль означает нехватка движения. Пост плюс движение побеждает опухоль. Злокачественная опухоль или доброкачественная? Я не знаю. Он не как бы отстраняется от меня. Ну, у него в левом полушарии опухоль, понимаете? Это означает эмоции, то есть ему эмоционально трудно себя проявлять как-то, что там опухоль. Он как закрытый человек. Ну, закрытый вот от этого и опухоль, что закрытый. Ну, вот я стараюсь, через молитву, вот как-то я попросила, чтобы он мне открылся. И он мне в этот день вечером сказал об этом. Вот. Ну, как он мне говорит, что у него жизнь закончена, что... Ну, то есть вот такие вот пессимистические... Вы молитесь? Молитесь дальше. И смотрите, то есть есть два варианта. Или он выживет, или не выживет. Если он не выживет, вы победите свою судьбу, и Бог вас наградит за то, что вы сражались. А если выживет, тогда Бог еще больше наградит. Надо просто сейчас молитвой и вот эта внутренняя сила. Побеждайте его болезнь, внутренняя сила. Спокойствие, потому что вы побеждаете. Я это вижу, поэтому он сказал, вы сильно поменяли свою жизнь. Но ваша победа не означает, что он обязательно выживет. Потому что это Бог решает, а не вы. Ваше дело сделать вашу работу. Вы это делаете, и вы получаете благо от этого. Если он уйдет из жизни, вы все равно будете счастливы. И если он останется с вами, вы тоже будете счастливы. Понимаете? Мы не решаем, будет человек жить или нет. Но мое чувство таково, что вы можете победить его болезнь. Я так чувствую, что это возможно. Но не сейчас, в течение двух месяцев это невозможно, потому что идет плохой период. А потом возможно. Вы должны принудить его двигаться больше, хотя бы с ним ходить. Если он начнет ходить, подолгу. Он постоянно находится в лесу, то есть он охотится, то есть он уходит из дома. Супер, пускай там ходит по лесу, это хорошо. Да, это хорошо. Он будет идти, и опухоль будет побеждаться. Но в связи с этим у него все равно есть, как бы, он себя как погружается в алкоголь. Ну понятно, такая жизнь. Невозможно не охотиться и не погружаться в алкоголь. Ты же убиваешь живое существо. Ну я понимаю все, но вы молитесь за него, все нормально. И второй вопрос. Я разговаривала с другом и говорила о том, что мы как бы очень сильно... У меня тоже такой период был, вот, тяжелый. Мы планировали ребенка, но у нас не получается. То есть мы живем 11 лет. Вот, и то есть я с ним разговариваю, говорю, может быть, нам усыновить, как бы, но он говорит, что не временно. Он правильно говорит. Сколько вам лет? Тридцати. Через два года все решится. Если он выживет, значит, у вас будет ребенок. Если нет, значит, тоже будет ребенок. Но от другого. Вам положен ребенок по-любому. Через три года у вас будет ребенок. Я как бы, благодаря лекциям, я как бы, вот, постоянно заслушаю. Мне немного становилось легче. Да, факт. Потом я почувствовала, что я не справляюсь одна. А никогда человек не справляется один. Это невозможно. Ну, вот, как-то мне так получилось, что я сейчас стала ходить в церковь. Супер. Молодец. Пока я только присматриваюсь, и как бы... Уже легче все равно. Уже намного легче. Все равно не должен один жить. Надо всегда контакт с Богом через других людей. Для этого храмы строятся, чтобы человек силу получал от отношений с природой, с людьми и с Богом надо. С природой это любовь к природе, движение на природе. С людьми это добрые дела людям делать, и живым существам вообще птичек кормить. И с Богом вот храм. По моему здоровью, то есть у меня тоже есть сложности по женскому здоровью. У вас тоже не хватает движения. Вот начнете ходить сначала, потом начнете бегать. Как только будете бегать по 50 минут, у вас начнется... Да. Потому что я в зале. В зале тоже хорошо. 50 минут непрерывного спокойного бега, и начинаются рассасывания проблемы. Плюс пост. Не обязательно в один день пост делайте на воде и бег. И все рассасывается ненужно. Утром я хожу на йогу, вечером я... Йога недостаток, нужно долго двигаться непрерывно. Или ходьба или бег, долго, непрерывно, спокойно, без напряжения. И начинает все рассасываться в организме. А просто йога, зарядка, это для тонуса. Для того, чтобы вылечивать, побеждать судьбу, нужно долгое, непрерывное движение. Ходьба или бег. Ну, то есть мне врачи постоянно меня держали на гормонах. Я сейчас отказалась от этого и... Все нормально. Все, мои хорошие. Мы с вами долго и так уже разговариваем. Спасибо. Все сели прямо. Время наше закончилось. Время наше закончилось.